У большинства людей слово стендап вызывает ассоциации с развлекательным шоу, во время которого человек со сцены шутит на злободневные темы. Впрочем, стендап может быть еще и форматом научного выступления. Магистрант ИГХТУ Ярослав Сухачев уже не первый год работает в этом жанре. Недавно молодой человек участвовал в проекте «Научный стендап» на телеканале «Культура». Это колоссальный опыт, который не похож ни на что, если что-то было ранее. Где ты понимаешь, что перед тобой публика не такая большая, но тебя услышат огромные-огромные массы, и к которым ты можешь донести свою идею и показать важность той проблемы, которой ты занимаешься. В ироничной форме Ярослав рассказывает студентам университета о теме своей научной работы. Молодой человек изучает свойства катализаторов, веществ, которые позволяют ускорить химические процессы. Я, честно говоря, люблю борщ. Но вот моя жена не любит этого готовить. И, знаете, это очень просто. Это катализатор. Я прихожу и говорю, дорогая, я тебе давай шубу подарю. Она такая, нет, ну если шуба, конечно, будет, давай. И я как бы ей обещаю, она мне делает. Обещаю, делает. Нет, я не обманщик, все в порядке. Но, честно говоря, мне тут на одном слове спросили, типа, а ты, ну как бы, женя, ты шубу-то купишь? Куплю. Просто я уже устал чувствовать вкус стекла на борщах. Главная фишка научного стендапа в том, что информация подается доступна. Поймет даже тот, кто далек от большой науки. Это, во-первых, только свои исследования. То есть все, кто выступают, рассказывают только о той научной работе, которую делали они сами. Это должно не выходить за рамки 10-минутного выступления. И это должно быть понятно в том числе и простому обывателю, человеку, который первый раз пришел смотреть на это со стороны. Этот формат также называют Science Slam. Примечательно, что один из первых регионов, где он появился, это Ивановская область. Время от времени ученые выступают на различных городских площадках. Молодые люди доказывают, что наука может быть интересной и понятной для широкой публики. Если мы представим обычные лекции, которые у нас происходят во всех аудиториях ВУЗа, иногда это скучно, иногда это неинтересно и не так просто, как это представил Ярослав. С ним это было легко, это было интересно смотреть шутки во время лекции его. Это новый формат, который нет у нас в ВУЗе. Программа с участием Ярослава выйдет в эфир на канале Культура 27 октября в 11.45. В живую выступление химиков можно увидеть на молодежном научном форсайте «Инновационный химтех», который пройдет в нашем городе с 25 по 27 октября. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.